Приветствую вас! И, ну, поскольку вы не задали вопроса, то попробую тогда разобрать то, что вы написали по отдельным элементам, так сказать. И первый элемент заключается в том, что, значит, вы, нам уже 5 лет, и ребенок 4 года, с мужем последние 2 года, вы просто невыносимо постоянно возменяете отношения. Значит, была ситуация, когда ваши родители поругались с мужем, было просто странное оскорбление. Ну, поскольку момент ключевой, с него, с этого момента, в принципе, все началось, да, то давайте о нем и поговорим, попробуем поговорить точнее. Значит, вот случился конфликт, значит, с стороны ваших родителей, которые упрекнули мужа и оскорбили. Как вы сами считаете, мужчина в этой ситуации был прав или нет? Родители ваши, они были правы или нет? Стоит ли вашему мужчине, значит, скажем так, стоит ли вашему мужчине ожидать извинений? Стоит ли вашему мужчине рассчитывать на то, что его родители могут, точнее, что ваши родители могут принести ему изменения за то, что они сделали? Если мужчина, условно говоря, так и не получил своих извинений, если конфликт не был решен, а он не был решен, судя по всему, потому что вы обещали, то его поведение – это реакция на обиду. Это реакция на незаконченность, незавершенность конфликта, который произошел между вами, точнее, между родителями. И, скажем так, и в первую очередь, если говорить о том, что вам делать, то нужно разрешить вот этот момент, разрешить момент конфликта между ним, вашим мужем и родителями. Постарайтесь или объяснить вашему мужем, почему родители поступили именно так. Постарайтесь объяснить вашему мужу, почему ваши родители так себя повели. И дайте ему возможность самостоятельно понять их, чтобы их конфликт разрешился, по крайней мере, с его стороны. Чтобы он завершился, ведь тот факт, что мужчина вспоминает вам постоянные обиды, говорит о том, что для него, как бы, конфликт еще не прошел. И этот момент очень важен. Далее. Далее. А далее нужно вам подумать, действительно ли мужчина реагирует на вас только потому, таким образом, что у вас произошли проблемы с родителями. Может быть, это лишь повод. Понимаете, если мужчина действительно хочет с вами быть, и если мужчина воистину хочет наладить с вами отношения, если он стремится к этому, если это для него главная задача, то он также будет высказывать определенные намерения по поводу того, чтобы как-то ваши отношения сохранить. Как-то сделать ваши отношения, ну, более лучше, дать им больше экологии, чистоты, истинности и так далее. А если вы видите, что все мужчина, все, что делает мужчина, только наваливает на вас проблемы, сам при этом не желая ничего делать, то и вам, по сути, сделать ничего нельзя. Затем, пока конфликт между ним и вашими родителями не будет полностью исчерпан, а это возможно только в том случае, если, скажем так, или родители ваши извинятся, наконец, перед ними. Или вы сами постараетесь донести до него определенных мыслей, чтобы вы именно в этом вопросе, именно в этом вопросе, пришли к какому-то мнению. Почему? Потому-то, смотрите, мужчина, в общем-то говоря, терпит ваших родителей ради вас. То есть, именно потому, что, ну, он с вами, и он поэтому вынужден терпеть ваших родителей. Но, по сути-то дела, он живет только с вами, не с родителями. Родители, это такой, знаете, ну, неотъемлемый довесок к вам, в силу отсутствия других возможностей. И такое впечатление, что у вас к мужам сейчас тоже имеются некоторые претензии, которые вы сами как бы противопоставляете ему. То есть, вы не пытаетесь конфликт, как бы, свистить на небо, а вы возвращаете ему эти претензии. Но подумайте, с чего все началось. И постарайтесь прийти к какому-то решению для начала. Именно в той части, которая касается данного родногласия, родногласия между ними и родителями, может быть, придется, как бы, устроить разговор между ним и вашими родителями. Чтобы они, наконец-то, все выяснили друг другу. Чтобы они, наконец-то, высказали все претензии друг другу, на которые у них есть. И вот тогда, тогда у вас возможен свежий, незамутненный взгляд на то, как мужчина к вам относится и какое будущее есть у ваших отношений. А пока все ваши проблемы, они воспринимаются только в контексте конфликта с родителями. А это, конечно же, ну, сами понимаете, достаточно субъективный взгляд. И не позволяет делать каких-либо предложений, не позволяет проводить какую-либо работу и какой-либо анализ. Потому что все это упирается вот в обиду вашего мужа на родителей. Ну, неправильно это. Надеюсь, вы все с этим со мной согласитесь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...